Около 900 жителей села Барниковка в Кременском районе с начала месяца без воды. Централизованное водоснабжение прекратилось из-за поломки насоса. В школу и детский сад воду привозят военные. Для своих нужд жители носят канистры из родника. Почему сельский совет не помог решить ситуацию оперативно и на что надеяться людям, узнавала Наталья Войнова. Утро среды в селе Барниковка на Кременщине выдалось жарким вовсе не от погоды. Местные жители устроили митинг возле сельского совета из-за того, что в их домах третью неделю нет воды. От пустых кранов, как и пустых обещаний, люди устали. У нас сгорел насос, никто нам ничего не говорит, ничего нам никто не хочет помочь. Вот было собрание, тоже беседу, сделаем, 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 все. А сегодняшний день все. Воды не стало у нас официально. И с четвертого с ночи на пятое, это было воскресенье. Перечислили якобы деньги, казначейство Кременское, якобы 13-го числа. Теперь у меня вопрос, именно к сельскому совету. Почему бездействовал наш сельский совет с четвертого по 13-е число? Питьевую воду в Барниковку качают из села Кабанье. По словам жителей, даже при исправном насосе воду они получали по жесткому графику, в основном ночью. Вот дают воду в 2 часа ночи, в 3 часа ночи, мы не спим, ждем воду. Ладно я пенсионерка сама, у меня соседи по трое, по четверо деток. Они всю ночь не спят, детей ночами будут купают, стирают, потому что у полшестого утра воды уже нет. У нас самый поганый этот дом. У меня вода, если у всех есть, у меня ее нет. Если мне говорят, 2 часа будет, я ее дождусь в 4. Если она у меня должна где-то у кого-то в 6 быть, у меня она уже в 5 часов ее нет. У меня тоже маленький ребенок, внучка со мной. Я тоже сижу целую ночь, а мне утром ее в школу надо отправить. Село расположено на горе. Подземная вода находится глубоко, говорят жители. Поэтому скважины во дворах пробить сложно. Пока вопрос с насосом не решен, питьевую воду люди покупают в магазине. Для технических нужд набирают бутыли и канистры в роднике. До него от центра села около 2 километров. В день по 3 ведра, 30 литров. Это на двух человек нам, чтобы обойтись в туалет и помыть что-то там, посуду. В Бараниковке есть школа и детский сад. Последний посещают 28 малышей. Их пребывание в саду без воды организовать невозможно. Пока администрация расходует запасы. Частично помогают военные. У нас был запас 3,5 куба. Эту воду мы оставили для приготовления пищи. А техническую воду, которую организовал сельский совет, и подвозят нам воины, которые базируются на территории села. Им большое спасибо, что они не оставили детский сад без воды. В сельсовете заверяют, что решением вопроса водоснабжения занимаются с первого дня. На митинге председатель пообещала, что новый насос привезут через два дня. Насос, благодаря помощи Фидлайфа, отправлен на ремонт. А сельским советом заказан новый насос с Бердянска. В понедельник, 13 числа, были перечислены деньги. Но насос в среду не прошел проверку перед отправкой. Он вибрировал и отправлен на доследование. И только вчера в 5 часов вечера мы получили номер декларации, по которой узнали, что 24 марта в пятницу ориентованная дата доставки нам сюда насоса. Цена нового насоса почти 33 тысячи гривень. Чтобы подобная ситуация не повторилась, сельсовет планирует закупить еще один запасной насос. Наталья Воинова, Роман Царевский, Падеи.